Как утверждают австрийцы, билет в золотой зал на 1 января можно получить только по наследству. Венский филармонический оркестр готов к самому главному своему концерту, новогоднему выступлению, которое 1 января состоится уже в 80-й раз. Впрочем, в прямом эфире Вену будут слушать 40 миллионов человек из 90 стран. В этот раз дирижировать оркестром будет Андрис Нелсенс. Я очень счастлив и доволен. Всегда прекрасно начинать Новый год с чего-то настолько позитивного. Это дает Новому году шанс стать лучше уходящего. Это великое символическое событие. Музыка – всеобщий язык. Житель любого континента поймет музыку без слов. Для меня это большая честь и, конечно же, я немного волнуюсь. Нелсенсу предстоит изменить визитную карточку концерта. Выступление по традиции завершается маршем Радецкого, во время которого зрители встают и хлопают в такт. Это произведение Штрауса, но в Вене используют аранжировку Леопольда Венингера, известного активным сотрудничеством с нацистами. С Нового года решено очистить концерт от коричневого наследия и исполнять марш в новой аранжировке.